Господи, Сил, с нами будем, и таково разве Тебе, помощником скорых неимом, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святого. Доброго всем дня и хорошего настроения. На днях приснился кошмарный сон. Не знаю, насколько можно его поставить в передачу, но раз уж вспомнилось. В Соборе Успения Престы Богородицы очень большое хозяйство. Это хозяйство и с точки зрения материальных ценностей, домиков разных направлений. Ну и самое главное, это, конечно, люди, это приход. И вот кошмар состоял в том, что очень явственно во сне я получаю назначение в другой район и в другой храм, и причем в помещение, которое находится в многоэтажном доме. И суть кошмара в том, что, я понимаю, ответственность за вот то дело, за тех людей, которые собрались, которые доверили. Я понимаю, что как дальше? И вот, конечно, сны с нами, но то дело, которое Господь дал в послушании, оказав честь, доверие, это восстановление Успенского собора, это организация и развитие отдела социального служения, службы милосердия, это приход, это люди, это же все оно как такие живые нити, которые врастают, община, которая, ну, как какой-то живой организм растет, где-то болеет, где-то приносит какие-то плоды. Это же все живое дело, которое, ну, к которому ты тоже часть своей души отдаешь. Мы вот прощались с нашим прорабом в стройке, он говорит, я здесь часть души оставил. Но это правда, потому что любое дело, в которое ты вкладываешь душу, оно остается в твоей душе. И ответственность за дело. И понятно, что впереди еще много трудов, и особенно сейчас очень хочется, конечно, попросить помощи, дорогие наши телезрители в соборе Успения Пресвятой Богородицы. У нас как-то очень непростое состояние, надо в зиму уходить, крышу закрывать. Это, ну, большие средства. Ну, в общем, если кто-то имеет возможность, пожалуйста, помогите. И все равно каждый кирпичик, есть там такой фотограф дядя Вова, я говорю, здесь каждый кирпичик знает. Ну, потому что он для себя положил такой долгом, честью сопровождать строительство своим талантом. Ну, фотограф, казалось бы, свадьбы, мероприятия. Ну, вот его бабушка крестилась в этом храме, и он, когда это узнал, он понял, что он своим талантом тоже может и должен послужить. И каждый кирпичик знает, каждый где-то трещинку, которые были. И, конечно, это как ребенок растет. Вот он разный бывает. Бывает совсем маленький, бывает уже отроком, потом подростком, разные истории. Но и это великая возможность людей привлекать. Потому что, когда есть живое, настоящее дело, такое настоящее, не демонстрационное, не в лозунгах, не в призывах, а в конкретном. Что каждый человек, он видит часть своих трудов, вложенных в это общее дело конкретным, очевидным образом. И, конечно, очень хочется, ну как, мало ли что нам хочется, но, Господи, да, что если будет воля Твоя, чтобы и люди собирались, и храм строился, и жизнь церковная, общинная, она развивалась. Ну, потому что это то призвание, к которому, получается, Господь когда-то позвал. И от этого ощущается состояние счастья, когда ты видишь, как человек делает первые шаги, потом становится христианином, становится частью прихода. Потом его родные приходят за ним в храм, и такое тело Христово, оно возрастает. В церковь есть тело Христово. Помоги всем нам, Господь, и нам вместе с вами построить собор, и дальше как-то эту общинную, приходскую жизнь развивать, и в социальном служении, чтобы все шло своим чередом. Но кошмары, они пусть остаются в снах. Помогай нам всем, Господь. Господь, и сил, помилуй нас.